ну и серьезно не деться ужас то нет мне только шапки две женщины попались страшно вообще жуть ну что такого из пятерочки прямо ужас из пятерок ползу до люда лукашева много думал что какие новости у вас хорошие что есть 6 хорошего что обсуждаете в чат рулетки чат рулетки всякое например на то что как бы европа отказываться от украины это интересно это как расскажите вам советник польши уже выставил счет кто 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 выставил ими так не вспомнились местный жириновский польский и от кубернат но местный жириновский польский и что ну так вы же в курсе сколько в мире идиотских поступков разве это имеет смысл обсуждать как это европа отказывается европейский союз сейчас принимает решение это понимают сейчас октябрь месяца в октябре принимают решение о продлении помощи украине и это будет не обязательно единогласным решением а решение большинства стран и все остальные страны ему то что будет а в привод вариантов никаких нет как это никаких а также торговля между украиной и европой кто что запретил здрасте у него мясо поставлять но смотри полякам невыгодно чтобы украина продавала дешевое зерно на территории польши что логично с точки зрения поляков украине выгоднее было бы продать зерно как можно ближе от своих грани но типа перевезли сразу же продали но в принципе украина в принципе украина продает и будет продавать зерно просто возможно не на территории польши чтобы не сбивать им цену местным фермерам но это обычные торговые войны что о чем нам это говорит вот наличие такой войны посмотри выводы какие действительно есть проблемы между странами в виде торговых каких-то отношений одной стране выгодно так другой стране выгодно так и начинается торговые войны раньше раньше до того как ну стала цивилизация более цивилизованной из-за этого короли цари там начинали войны настоящие то есть брали солдат они там брали все копья стрелы короче и шли воевали друг с другом щиты там мечи понимаешь пока одна армия не на не набьет морду другой короче тот король значит тогда получается крутой и заставляет другого короля делать то что ему выгодно а сегодня страны между собой воюют торговыми войнами то есть конфликт между страной есть но явно без танков самолетов солдат убийств ракет как так получилось вы мне объясните так интересы же у разных стран разные и если страны цивилизованные цивилизованные не не гопники нет не агрессоры не агрессивные цивилизованные цивилизация развития то страны могут между собой конфликты решать в судах накладывать друг на друга разные там какие-то моратории на поставки понимаешь запреты поставок чего-то там и так далее от этого кто выиграет обе страны так обе страны выиграют обе от торговых войн выигрывает покупатели люди от этого выигрывают когда бизнес между собой нет я говорю то что в этой позиции не могу сказать резко кто люди люди победят потребители простые потребители простые люди победят во всех торговых войнах когда между собой воюют большие бизнесы большие медиа какие-то даже когда подключаются бизнесу то в итоге все равно потребитель выигрывает потому что они друг другу бьют морды а когда бьют морды друг другу страны в виде войны то проигрывает солдаты проигрывает население а в торговых войнах выигрывает понимаешь торговые войны население выигрывает но смотри вот есть торговая война между китаем и сша где в китае запретили всем госслужащим это не так они опровергли это не правда они опровергли это не так есть было официальное заявление китайского правительства о том что не опровергают и это не так нет нет они не имеют права использовать у служебных полном кабину как бы отлично имеет право при этом они производят один как у меня допустим xiaomi и один как у меня iphone ну вот а второе это как бы дополнительный дома сидеть грубо говоря youtube смотри ну и что но но тем не менее люди побежали и начали покупать и массово начали отказываться от предзаказов от чего предзаказов нового айфона предзаказов нового айфона больше чем новых айфонов спрос больше чем предложение ну так правильно китай то что прям основной рынок что ли в индии по крайней мере не запретили ну и что о чем это говорит ну и пусть себе воюют и что пусть торговые войны пусть между собой воюют ну и что это даст толчок развитию китайских отдельных телефонов там xiaomi начнут производить еще больше телефонов от этого победит китайские рабочие до китайская экономика люди которые работают на этих работах получат больше денег больше заказов больше работы и мы избавимся от этих странных говнофонов так и не покупай их чем от них избавляться у меня ни одного не было покупай русский телефон всякая штука я к тебе к чему это все веду эти все торговые войны россия на сегодняшний день до такой степени недоразвитое государство в цивилизационном плане что она до сих пор ведет войны танками самолетами пушками винтовками вместо торговых почему потому что не с чем воевать понимаешь россии китай говорит так не пользуйтесь американскими телефонами пользуйтесь китайскими а русские что должны сказать не пользуйтесь американскими телефонами пользуйтесь китайской а к россии где где россия выигрывает от этого? В торговой войне? Подожди. США начинает беднеть из-за этого. От этого богатеет Китай. Россия от этого что? Россия беднеет и в первом случае, и во втором. Здрасте, приехали. У нас как раз из Китая мы договоренность о том, что у нас происходит очень хорошая как бы настройка. Мы им, грубо говоря, стулья, они нам деньги. Помнишь, как в старом фильме? Нет. Вы им дерево? Они из него делают мебель, стулья, и вам продают ваше же дерево назад по вот такой цене. Вы беднеете от этого. Если у нас не хотят делать такого. А кто не хочет у вас делать такого? Ну, откуда знаю? Ну, краснодеревщики, они как бы... Причем не краснодеревщики. Массово мебель вы покупаете? Массово мебель покупаете на миллиарды у Китая, которая сделана из вашего дерева. Что же вы выиграли от этого? Ну, взаимоотношения у нас хорошие, как бы, поэтому они делают наши дерева, обрабатывают наше дерево, получаем мы мебель обратно. Ты смеешься? А Икея, что ли, не закупала, что ли, у нас дерево не делала? Нам уже... Нет, ты интересный мужик, ты разбираешься в геополитике. Это прям классно. Мне прям нравится. Расскажи мне, а какие хорошие отношения сейчас у Китая с Россией? И какая у вас от этого польза у русских? Ну, насколько вам это выгодно? Что тебя именно интересует? Какой спектр деятельности? Любой! Вообще, в целом. Любой! Да. Ну, хорошо, ну, давай, ну, давай военные возьмем. Давай. Потенциал. Ну, вот у нас есть триада, которая находится на Дальнем Востоке. Северная Корея, Китай и Россия. Что это означает? Что это означает? Северная Корея, страна-изгой. Все советские, подожди, все советские, которые вот были поставлены в обе страны, ресурсы, ну, как объяснить-то, снаряды, скажем честно. Какие снаряды? Они, ну, какие, ну, для танков, для гаубиц и так далее и тому подобное. Вот. Они, как бы, будут безвозмездно переданы обратно, как бы, в Россию. У тебя откуда такая информация, что они будут безвозмездно переданы назад в Россию? Зачем? Ага. Зачем Китаю безвозмездно поставлять вам боеприпасы? Для чего? А потому что утилизировать это намного дороже, чем мы используем этот танк, где надо. А, то есть они вам не поты, как это, ну, короче, то, что не нужно, не поты поддают. На тебе боже, чем они не боже. Как и вам. Польза у вас какая от этого? Какая польза? Ну, если через раз зарвется, то и слава богу. Вот так я пользуюсь. Понял. Это очень сложно. Ну, зачем нам свои деньги тратить на это? Ну, мы же тоже не дураки. Да какие же, как и вы. Здесь Зеленский бегает, все, дайте, дайте. Там поляки уже над ним ржут в ТикТоке. А вы, короче, не бегаете. А мы? Нет, зачем нам бегать? А я не знаю, зачем. Ты только что рассказал, что вам нужны боеприпасы. Вы боеприпасы не производите? Мы? Ну, не, производим. Но нам и на, как бы, нашу территорию надо, чтобы обезопасить ее внутри государства. От кого? От внешнего торжения. От внешнего вторжения кого? Кто бы мог на вас напасть? Какой внешний враг? Шеки. Кто? Шеки. Вы думаете, что на вас может напасть Польша? А что нет? А как географически... Пожди, подожди, подожди. А как она географически на вас нападет? Через Украину? Через Беларусь. Через Беларусь на вас нападет Польша? А Беларусь это уже практически часть России. Это очень интересно. А зачем Польша на вас нападать? Ну, как? Для чего? Ну, не спеши, не спеши. Как Владимир Владимирович Путин сказал. Если чуешь, дело пахнет керосином, бей первым. Вот. А это они попытаются ударить первыми. Но только, как бы, США и взаимодействие все НАТО не поможет им никак, потому что скажут, ну вы сами дураки. Не на вас напали, а на полевые. Это очень интересно. Подожди, подожди. Давай с тобой вместе предположим. Такие поляки решили... А давай-ка мы нападем на ядерную державу. На Россию. Это Беларусь тоже ядерная держава. И поперли, короче, ну прям польские вот эти вот дивизии, полки, бригады, короче, и поперли через Беларусь сразу, ну все, короче, сминая на своем пути и сразу куда? На Москву. Да, теперь присвоены на человека, там пойдут и все. На Москву они пойдут или куда? Откуда я знаю, куда они пойдут? А зачем им это нужно? Им зачем это нужно? Да, представь, что ты в поляк. Затем свою принадлежность к НАТО, чтобы НАТО увеличивало потенциал военных войск на территории Польши. Они сколько раз говорили, и при Балте сколько раз говорили, дайте нам ядерное оружие, дайте нам ядерное оружие сдерживающее, которое не такое прям конкретное, не на 50 килотонн. Подожди, то есть поляки нападут на Россию, пойдут на Москву для того, чтобы... Сейчас, секунду. Неизвестный номер. Давай, говори дальше. Это тебе уже, может, органы звонят, типа, ты лишнее что-то говоришь? Вдруг ты выдаешь военные тайны? А? Своей родины? То есть смотри, подожди, давай еще раз, мне интересно просто мысли простого русского человека. То есть бояться того, что на них нападет Польша. А для чего Польша на вас нападет? Секунду, дай, отвечу. Давай. Служба безопасности Государственного банка. Назовите четыре цифры. Какая мне нам нужна 6 миллионов рублей? Я такие не знаю. Тебе не нужны 6 миллионов рублей? Назови четыре цифры. Партируйся 6 миллионов рублей. Понятно. Давай вернемся к Польше. Где все равно очень интересно. Вот по твоей мысли. Давай. Ты боишься, что Польша нападет на вашу страну? Я не боюсь. Ничего бояться. А от кого тогда укреплять рубежи? От кого вы укрепляетесь? Да не мы укрепляем рубежи, то в том-то дело укрепляет Польша. Ну если Польша укрепляет рубежи, то явно она не собирается на вас нападать. А, что она собирается делать? Защищаться. В свое время ты тоже укреплял прибрежную зону. Защищаться. Защищаться. А почему-то он напал, да, вдруг. Гитлер? А кто? Я, что ли? Как город Брест попал в состав Советского Союза? Так это же Республика Беларусь. Я тебе сказал, что она буквально через пять минут после войны станет республикой России. Как город Брест, как так оказалось, что город Брест попал в состав Советского Союза? В каком году он туда попал? Вот Брест стали советские граждане считать тоже Советской территорией. В каком году? После приглашения. Владимиром Ильичом Лениным. Так вроде нет же. У тебя телефон же есть. Мне очень интересно. Это же Польская территория. Возьми телефон. Да, спрашивай. В каком году город Брест стал Советской территорией? Алиса. В каком году город Брест стал Советским? Нашла ответ на блог Островок.ру. Слушайте. 2 сентября 1939 года крепость впервые подверглась бомбежке со стороны немцев. А уже 22 сентября Брест и Брестская крепость были переданы немцами Советской стороне. Это не та немножко информация. Как это не та информация? Именно та. Какая-нибудь штука интересная. Ты же меня спрашивал. Подожди секунду. Ты меня спрашивал, когда присоединилась. Да, да, да. Я как раз. Город Брест. Когда стал частью Советского Союза? А тут говорят немножко другую вещь. То, что с 1939 года обстреливалась. Кем? Немцам. Да и спроси, давай. Пусть она тебе другую информацию найдет. Посмотри в Википедии, скажи. Алиса, прочти статью из Википедии, как город Брест стал частью Советского Союза. Ну ты сам сейчас я сказал. Нашла? Ну если мы с тобой дальше болтать будем, она будет очень долго искать. Давай еще раз я сейчас ей скажу. Алиса. Алиса. Расскажи про совместный парад немецких и советских войск в городе Брест. По данным русской Википедии, совместный парад Вермахта и РКК в Бресте. Прохождение торжественным маршем по центральной улице Бреста под разделение 19-го моторизованного корпуса Вермахта, за которым наблюдали в качестве зрителей экипажи 29-й отдельной танковой бригады РКК, состоявшиеся 22 сентября 1939 года, во время официальной процедуры передачи советской стороне Бреста и Брестской крепости, захваченных немецкими войсками в ходе вторжения в Польшу. Прикинь, какая интересная информация. Оказывается, город Брест был оккупирован в 1939 году гитлеровской Германии. То есть война уже была, да? Гитлер напал на Польшу, оккупировал город Брест и Брестскую крепость, а потом торжественно, с парадом, передал Брестскую крепость и город Брест Советскому Союзу. Да, после подписания договора, как это, Молотов-Лебетропа. То есть, получается, вы были союзниками с Гитлером? Изначально, да. То есть, это получается, вы начали войну, напали на Польшу вместе с Гитлером? Пшеков как мы поделили? То есть, вы с Гитлером вместе напали на Польшу, оккупировали город Брест и Брестскую крепость, правильно? Не, там же передали ее. Как мы можем оккупировать? Ну, Гитлер своими войсками оккупировал изначально, а потом вам передал, чтобы вы оккупировали. Ты живешь в городе Чугуев, да, я так понимаю? Я из Луганска. Луганск. Из Луганска ты? Да. Ну, значит, ты переехал просто. Правильно я говорю? Ну? Вот, смотри. Вот твой город. Собрались все люди, сказали то, что мы хотим быть, допустим, с Россией или с Германией. Не было такого. Нет, я тебе говорю просто два выбора. Ага. Ну, соответственно, выбрали, допустим, вот, мы будем, ну, как в Бресте, допустим, мы будем с Россией. В Бресте выбрали Россию? Это жители Бреста такие пришли, говорят, немцы, уходите, говорит, мы хотим быть под оккупацией Советского Союза, нам с ними лучше. И немцы такие, ну что ж, насильно, мил, не будешь. Развернулись и ушли. И передали советским войскам, говорят, вы будете оккупантами вместо нас. Они нас не принимают. Так и было, да? Практически, практически все так, как ты сказал. Ну, это чуть-чуть не так. А как? А вот так, то, что, соответственно, немцы не были готовы к этому всему, и им надо было время, так же, как и нам, в свое время не получилось, как бы... А, подожди, то есть немцы готовились к нападению на Советский Союз, но тогда еще не были готовы. Так же, как и вы, сегодня готовитесь к нападению на НАТО, но пока еще не готовы. Ты это имел в виду? Это интересная мысль, слушай, ты прям... Я тебе не про это говорил, я и говорил тебе про Украину, то, что, как бы, вот защитить вот эти республики. Я тебе вот про это и говорю. А, а в Бресте вы кого защищали? Брестскую Народную Республику? Почему? А какая там республика может быть? Из одного города? Это что тебе, Марокко, что ли, какой-то? То есть вы захватили Брест, оккупировали его, а теперь ты рассказываешь о том, что Гитлер не собирался никуда нападать? Вы союзниками были. Вначально, нет, я тебе не говорил то, что он не собирался никуда нападать. Он, наверное, собирался, это конкретно. Ты как оцениваешь оккупацию Советским Союзом в части Польши? Ты поддерживаешь это? Да, потому что я с поляками много общался, и они говорят, ну, как бы, русскоязычные поляки, которые... Он на ломаном русском, я на ломаном английском, как бы, вот так вот там смесь получилась. Вот. И мне люди говорили разные вещи, ну, в особенности старики говорили такую вещь, что нам жилось лучше при Советском Союзе. А сейчас, говорит, просто у нас будет... Поляки не были в составе Советского Союза. Лучше жилось, да, вот, ну, мне откровенно так говорили. Поляки не были частью Советского Союза. Польша не входила в состав СССР. А кем она являлась? Ну-ка. Польша? Независимым государством? Независимым. Ну, хорошо, но все равно. Не, я тебе серьезно говорю? Да, я тебя понял. Алиса, когда умрет Путин? Че-то молчит. Не скоро видно. Как ты думаешь, когда умрет Путин? Что будет после того, как Путин помрет? Какую судьбу... Когда умрет Путин, появится его ставление, и это я могу честно, откровенно сказать. Вот и все. Я не против этого. О, ты не против. Кто, думаешь, будет ставленником Путина вместо Путина? Не знаю, Сергей Семенович, скорее всего. Сергей Семенович, это кто? Собянин. Собянин? Что интересное? Я думал, Шойгу. Ты думаешь, Собянин. Не, Сергей Семенович, Собянин, скорее всего, будет. Это мое мнение, сугубо. Давай, Алиса, спросим. Алиса, прочти... Да я не против моего голоса. Ну давай, спроси у нее. Алиса, что случилось в Севастополе с штабом Черноморского флота? Интересно, что она расскажет. Что случилось в Севастополе в ближайшей неделе? Еще ответ. Ну, а так в СССР написано. Так-то тебе она ничего не скажет. Она правильно... Наверное, ей нечего сказать. Да как так? Там, говорят, ракеты прилетели. Прям в штаб Черноморского флота. Это я тоже слышал. Ух, а как так вышло? Как ты думаешь? Это же очень далеко. Что это же за ракеты такие? Откуда ее знают? Ты у меня спрашиваешь. Я же не главнокомандующий, чтобы всю тему узнать. Смотри, какая штука интересная. Если так далеко залетают ракеты, аж в Крым, аж в Севастополь, куда будут прилетать ракеты в марте следующего года? Ты никогда не задумывался, а если мы начнем принимать вооружения, боеприпасы, которые запрещены, которые у нас находятся просто на хранении... Это какие? Такие же, какие вам передало США. Какие запрещены, в смысле? Запрещенные Конвенцию ООН. Какие? Мы не подписывали Конвенцию ООН, которая что-то запрещает. А, не подписывали. Не подписывали. Нет, Конвенцион подписано, как бы, то, что они запрещаются. И, соответственно, вы ими не имеете права обстреливать... Слушай, у меня к тебе такой серьезный вопрос. Давай, вот, чтобы было понятно, представим себе, вот ты и я представим, что мы с тобой представители, ты, например, представитель русского народа, я украинского, и мы, короче, на переговорах. Ну, например, как будто бы. И я тебе задаю... Как минимум, подожди секунду, как минимум должно быть три. Три человека. Зачем? Как зачем? Ну, ты, смотри, давай, я, ты и Алиса пусть будет. У нас будет трое. Ты у нее будешь, если что, спрашивать. Трое с каждой стороны. Ну, ты у нее, если что, будешь спрашивать. Она загуглит, если что, будет еще гугл с твоей стороны. Смотри, я тебе задам простой вопрос. Я его постоянно задаю. Мне всегда интересно выяснить, как считают вот обычные люди. Чего вы, русские, от нас хотите? Какие у вас есть требования? Требований никаких нет. Уже все определено. Уже давным-давно все, со всеми все обговорено. Это... До свидания Азовское море, до свидания Черное море, Харьков, Суммы. Ну, еще парочку регионов. Вы хотите оккупировать определенные территории? Ну, не хотим, а так нужно. Потому что люди... То есть это ваши требования? Это не наши требования, люди просят. Это вас люди в Суммах просят, чтобы вы их оккупировали? Не оккупировали, а освободили. Освободили. Понятно. В принципе, все понятно, логично. С твоей точки зрения все логично. Какие у тебя ко мне вопросы? Да, какие к тебе вопросы? Я не знаю. Ну, а то вы там все радуетесь, то, что в Севастополе вот такая вот фигня получилась. А вы понимаете то, что будет с вами в ближайшие 24 часа? Что будет? Ну, ничего хорошего, точно. Ракеты прилетят? Они и так прилетают. Ну, прилетят еще больше. Ну, нет, не прилетел. Не обязательно в Одессу. У нас система ПВО хорошая, в отличие от вас. А, ну да, в отличие. У нас же система ПВО не смогла сбить. Прям в штаб прилетела. Я фону помню. Это как у месяца 4 назад, где-то так, наверное, Хаймарс выпустил 36 ракет, которые стоят там божественных денег. Вот. И ничего от этого не получилось. Понятно. Очень интересно, очень занятно. Попроси, пусть Алиса расскажет анекдот про Путина. Смешно же. Так она не будет рассказывать. Давай, она расскажет сейчас. Она не будет рассказывать, потому что я не хочу этого. Ну, спроси у нее. Алиса. Я говорю, но на мой голос работает. Алиса, расскажи анекдот про Путина. Ага, сейчас. А вот я расскажу слово, и она расскажет. Ну, давай, пусть расскажет. Алиса, расскажи анекдот про Зеленского. Ой, кажется, вы меня с кем-то путаете. То же самое будет и с моим президентом. Короче, понятно. Вопросы ко мне. Да какие вопросы? Ты молодец. Ты геополитик. Ты прям вот молодец. У тебя даже помощница есть. Она, конечно, умная. Как ты думаешь, сколько будет 8 умножить на 7? Если у Алисы не спрашивать. Сам ответишь? 8 на 7? Ну, я, слушай, не вспомню. Я с математикой не дружил с детства. С физикой, да. Вот это я как бы больше в ней понимаю. С физикой. Что такое электрический ток? А тебе какой? Переменный или постоянный? Неважно. В смысле неважно? Сам по себе электрический ток. Это что? Что это такое? Это электроды бегают по проводам. Из желтой пачки. Какие электроды? Которыми варят сварщики. Какие электроды, которыми варят сварщики? Ну, какие электроды бегают? Ты что имеешь в виду? Ну, вообще, в принципе, как бы, это... Как тебе объяснить? То же самое практически, что тепло. Тепло это тоже бегает по проводам? Да, да. А ты не знал? Я тебе серьезно говорю? Чем больше молекулы бегают в определенную пространство, тем больше тепло распространяется. А электрический ток это какие молекулы? Нет, не молекулы. Это что? Это немножко другое. Я тебя понимаю. Это, как тебе сказать, попроще-то. Блин, попроще-то не получится. Слушай, интересно, тогда последний вопрос задам уже и все, и пойду. Как ты понимаешь, вот есть планета Земля, и на планете Земля, вот в твоем городе, происходит смена времен года. Летом тепло, а зимой холодно. По какой причине? Почему так происходит? Ну, потому что, как бы, Земля вращается вокруг Солнца. Как часто она вращается? Ну, смотри, ну год происходит, сколько там, 365 дней. Ага. Ну, это период. Вот, помимо этого, она еще вокруг себя, как бы, крутится. И помимо этого, мы еще вокруг галактики общаемся. А почему происходит смена времен года? Ну, потому что, как бы, большая часть иногда поворачивается. Когда вот Земля летит, большая часть находится... А этот еще этот, я забыл. Она не совсем по кругу, а этот, эллипс. Ага. Вот. Поэтому, когда-то она где-то прижимается ближе к Солнцу, где-то дальше к Солнцу. Это нормальное явление. Понял. Это как к костру, да? Подошел ближе к костру, теплее. Дальше отошел... Типа такого, да, эффекта. Я понял. То есть, получается, летом Земля ближе к Солнцу, а зимой дальше? Ну, да, естественно. Причем, кстати, не только у нас-то теплее-то. Становится теплее в Америке, в принципе... А в Австралии? А? А в Австралии? А они там кверг головы ходят, я не знаю. А у них наоборот, прикинь, зима летом, а лето зимой. Ну, соответственно, значит, вот так вот поворачивается Земля. Я не могу полностью тебе обозначить это. Ну, я же не космонавт. Кем работаешь? Я понял. Кем ты работаешь? Я сотрудником полиции. Ты сотрудник полиции? Да. Да ты красавчик вообще. Слушай, а вам звонят, жалуются, что там гетеросексуалы какие-то? Вот помню, такое было в Донецке. Я не там заработаю, в том-то и дело. Ты не там? Ну, если звонят, говорят, у нас тут гетеросексуалы тут... Мне никто не звонит, ничего не говорит. Я работаю, где машина ночью встает. А, а ты в Морео работаешь, взятки берешь? Взятки? Ну да. Лет, наверное, 10 назад или там 12-15, может быть, когда-то там и брали взятки. А сейчас нет. Сейчас нет. Сейчас в Морео работают исключительно честные. Сейчас только за зарплату, да, я с тобой согласен по улице. Все. Вопросов, в принципе, нет к тебе. Ты геополитик. Все. Алису береги. Она тебе еще пригодится. Ну, понятное дело, она же тут на мой голос работает. Вот вам вся геополитика, воеваешь. Просто гений. Геополитический гений. Здравствуй. Привет. Слушай, погоди. Скажи, ты актер или диктор? Почти. А какие у тебя вопросы к актерам или дикторам? Могу тебя научить. Ну, и много по профессии. Для того, чтобы стать диктором, нужно научиться говорить скороговорки. Да это я-то умею. Давай проверим. Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп Кавказского акцента. Король-орел, 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 король-орел. Давай теперь ты. Так, ну вот это я не скажу, но подожди. Намели мы лениво, налеймо ловили. Для меня выловили леня, а любви не меня вылемило молили. И вот в туман лимана манили меня. Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Король-орел, повтори. Просто король-орел, десять раз подряд. нет я знаю что я ее не выскажу давай первых я ее и сам впервые слышу давай для взрослых скороговорку скажи еду я по выбоинам из выбоин не выеду я из выбоин ну еду я по выбоинам это российская скороговорка еду я по выбоинам из выбоин не выеду я ладно тогда 333 корабля лавировали лавировали да не вы лавировали бомбардир бомбардировал брандербург бомбардировал 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 да не вы бомбардировал да не вы бомбардировал да не вы бомбардировал 4 черненьких чумазеньких чертёнка чертили черными чернилами чертеж бык тупо губ тупо губенький бычок у бака белогуба была тупо бык тупо губ тупо губенький бычок у бака бела губа была тупа камеры юнкер юркнул в бункер на горе арара torvava варвара виноград ну я с скоргаворками тоже владею. Карл у Клары украл кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Подожди. Клара у Карла украла кораллы. А Клара у Карла украла кларнет. Во дворе трава на траве дрова. Не руби дрова на траве двора. В недрах тундры, выдров гетрах. Терит ведра, ядра кедра. честно спасибо тебе даже в какой-то мере нужно еще на дыхание работать воздуха больше как на горке на пригорке едут 33 горки 1 и горка 2 и горка 3 гора 4 гора 5 горов 6 горов 7 горов 8 горов 9 горов 10 горов 11 горов 12 горов 13 горов 14 горов 15 горов 16 горы 17 горах в 18 городе от нас и города 23 города 24 г Swift и города 26 пара 27kra 28 и город 30 иoring 32 иору 33 горы 34 горы 35 икра 36 и� в 3 9 которых 30 9 его на 40 и грамот 41 и корсору и года 40 и горы все 43 вот ты уже в конце себя насилуешь но 43 а ты давай как на лорке на пригорке еду 33 горки пошли горки с одного виду а как и горка на пригорке стояла 33 горки 1 и горка 2 и горка 3 горка 4 горка 5 горка 6 горка 7 горка 8 горка 9 горка 10 горка 11 горка 12 горка 13 горка 14 горка 15 горка 16 горка 17 горка 18 горка 19 горка 20 год но насиловать я себя не стану до 33 нужно говорить без насилия как минимум надо еще дыхалку. Надо, чтобы над дыхалкой. А еще нужно делать артикуляцию. Бип-беп-баб-боб-буб. Пип-пэп-паб-поб-пуб. Тпит-пэд-пад-пот-пу. Птип-теп-тап-топ-ту. И-э-а-о-у. И-э-а-о-у. А-о-у-э-ы. А-о-у-э-ы. И вперед. Сегун, позволишь? Давай. Так. Тк-пи, тк-пэд, тк-па, тк-по, тк-пу, тк-пы, тк-пэ, тк-пэ, тк-пю, тк-пю. Точно. Вот оно. Ктик, тэк-та, кто, кто и так далее. Да-да-да-да-да. Но у меня есть эта картинка, которая... Обязательно. Нужно ее точно тоже проговаривать. Скажи, а как ты себя рекламировал как диктор? Вот это вот интересно. Да, абсолютно никак. Я блогер, я не диктор ни разу. Блин. Никогда диктором не работал. Тяжело же мне придется. Тяжело тебе придется. А еще нужно брать слово и кидать его на подоконник. Берешь слово... Расскажи, расскажи. Берешь слово «да» и кидаешь... Вот видишь перед собой подоконник? Окно, видишь? Вижу. А теперь бери слово «да» и кидай его. Да. Да! Перелетело, прям вылетело туда в окно, в Крым туда куда-то улетело. Надо так, чтобы у тебя слово не перелетело, не не долетело, а упало именно на подоконник. То есть точно? Точно. Ну, это очень сложная задача. Интересненько, интересненько. А вот... Как сказать, а в плане вот оборудования, как ты оборудовал свою студию? Элементарно. Хромакей и лампы. А что значит хромакей? Хромакей это тот зеленый фон, который ты видишь за моей спиной. А зрители сейчас видят лонжерон, чайки летают, море. Люди ходят, зимнее море, и очень даже красиво. Скажем так, а в плане, допустим, внешней звуковой карты, микрофона, помещения? Микрофон зрители позволили купить довольно неплохой. А вот со звукоизоляцией помещения придется повозиться. Это довольно сложная штука и очень даже индивидуальная. А как, по деньгам затратно? Да, по деньгам затратно. Если ты звуком будешь недоволен, то лучше ролики не выпускать. Ты хочешь быть блогером? Нет, блогером я не хочу. Я вот поэтому в рулетку сюда и залез. Чтобы узнать что-то по дикторской профессии или по актерской. А по актерской это очень даже сложно. Никто не может и не сможет научить человека быть актером. Здесь можно только поработать над сценической речью, над артикуляцией. И то, если периодически не практиковаться, то конечно все это... У меня каша во рту постоянно, я не практикуюсь. Я думаю довольно быстро произношу это все довольно быстро. Мне кажется, что это происходит как бы быстро, а потом, когда смотрю это все на экране, собственно, то выглядит это не очень. Я проглатываю слова, я время тороплюсь, кто-то вперед-вперед. Нет, у меня тоже бывает именно вот такое вот. Но у меня как бы из-за скорости. Как бы вот, проглатываю. Скорость, это большая проблема. Диктор не должен торопиться и не должен увеличивать скорость. Артикуляция должна работать. Научиться улыбаться нужно постоянно. В любой момент времени, даже когда тебе не хочется, ты должен уметь улыбнуться. Глаза не улыбаются, но это редко кто замечает, на самом деле. Только очень внимательные. Честно, я вот не знаю, может правда, может нет, но может ты все-таки мне соврал в этом плане. В каком? Ну вот, я имею в виду, в плане опыта или что-то вроде такого. Просто как бы у меня все равно терзают сомнения. Отвечай на вопрос, чей Крым, и я пошел дальше. Конечно, наш. На чем обоснованно твое утверждение? Да никаких фактов. Просто по воле слуха. Империя? Я как таковой новости не смотрю. Понял. Ты за империю? Какая империя? Ну, российская. Какая еще может быть тут империя? Четвертый рейх. Нет, я не фанатик. И еще я тебе рекомендовал бы вытаскивать ложечку, когда пьешь, или хотя бы вот так вот прикрывать глаз. Можно без глаза остаться. Я себе не выбью. Ну, это так кажется. А то за границей россиян очень часто отличают, вот когда они даже молчат, они ложечку из кружки никогда не достают. А когда достают, глаз так прищуривают. А когда и глаз не прищуривают, и ложечку достают, то сразу видно тоже, что россиянин. Знаешь как? Ну, скажи почему. Ложечку в карман по привычке. Ага. Воруют. Я это запомню. Ладно, приятно с тобой пообщаться. Не могу тебе ответить взаимностью. Жаль, что ты империца. Я пошел. Здорово, Луганский. Здорово. Как жизнь? Если бы не вы, то было бы легче. Понятно. Ну, трусики одел, который тебе перебили. Надел, надел. Ну как, подошли? Наша такая вот судьба украинцев учить вас, россиян, вашему же языку. Как так у вас вышло, что вы свой язык не изучаете? Да все нормально, я все изучаю. Что нормально. Ну смотри, есть слово одел, глагол, а есть надел. Ты их различаешь? Это два разных глагола. Одеть можно ребенка, куклу, манекен, его можно одеть. А какие-то вещи, там в том числе и трусы, которые ты вспоминаешь, нужно, можно только надеть. Мы легко запомнить, смотри, мы можем одеть надежду и надеть одежду. А если ты вспоминаешь про трусы, ты должен, отвечай, ты вспомнил про трусы, ты должен вспомнить. Трусы, что надо вспомнить? Правильно, репарации и еще надо выучить слово контрибуция. Поэтому запоминай, смотри, трусы, вспомнил про трусы, украденные мародерами. Вспомнил про трусы, вспоминаю, что за трусы придется платить, репарации и контрибуцию. Понял? А укрепую почте, она плохо работает. Давай еще раз. Трусы, репарации и контрибуции. Запомнил? А одежду мы надеваем, а надежду одеваем. Все, молодец. Вот так глядишь за годик, за два и научим их. Научим. Рассказывать. Рассказывать тебе? Да. Хочешь что-нибудь хорошего, чтобы я тебе рассказывал? Или только плохое? Ну, давай начнем. Давай начнем. У меня, видишь ли, к тебе... Давай только по чуть-чуть. Давай по чуть-чуть. Не надо так объяснить. У меня к тебе прям даже вот как бы такая, как тебе сказать, просьба. Ты мог бы рассказать, может, что-нибудь хорошего, чтобы я другим рассказывал хорошее. В основном у меня про Россию все плохое. Да? Да. А откуда такие сведения ты мне скажешь? Из средств массовой информации Российской Федерации. Ага. Ты был здесь? В России? Да. Бог миловал. Никогда в жизни. Не хватало мне еще в России побывать. Было иногда, иногда бываю по делам. Но я это скрываю. Почему? Ну, стыдно быть в России. Сейчас это как бы, ну, тем более в Украине. Представляешь, когда ты говоришь людям, был в России, в Москве по делам. Они говорят, у тебя там бизнес. Ну, тебе неловко рассказывать, что ты совершенно по другим делам. Противоположным. Ну, это как бы не принято. Но все равно у нас не принято рассказывать, что ты был в России. Стыдно людям. А ты кем работаешь? Блогером работаю сейчас. Блогером. Ну, давай я тебе расскажу, вот будет полезная тебе информация. Давай. Я из Одессы. Ты понимал. Переехал вот тому назад сюда. В прошлом году? Ну да. В год назад? Из Одессы? Где в Одессе жил? В каком районе? В Молдаванке. На Молдаванке тоже жил. В Молдаванке. Да. Могу, ну, спрашивайте, чтобы не было там такого, что я не из Одессы могу рассказать город наизусть. Понял. Год назад переехал сюда. И поверьте, здесь украинцев, украинцев. Но ты же украинцев, украинец. И я до сих пор украинец, я гражданство не менял. Я до сих пор здесь нахожусь. И ко мне никогда никаких упреков не было. То есть ты больше года уже находишься? Конечно. А как же ты получил там, это самое, как это, разрешение на жительство? Нет. Так что это незаконно, надо выезжать. Ну, я выезжаю. А, ты периодически выезжаешь? Конечно. Заезжаешь в Украину и назад? Да. Понял. Ну и как? Вот расскажи, ты ощущаешь теперь в себе метаморфозы? Но изменилось ли у тебя что-то внутри? Ты теперь понимаешь, чем отличаются хохлы от украинцев? Ну, веришь, хохлы и украинцы, мне непонятно, о чем вообще речь. Ну, раньше, давно, раньше, давно. Ты был украинцем, потом ты стал хохлом даже в Украине, а теперь ты уже настоящий официальный хохол, который переехал в Россию. Ты чувствуешь теперь разницу, что когда-то давно ты был украинцем, а потом стал хохлом. Ты теперь понимаешь, в чем разница между украинцем и хохлом? Ну, а теперь смотри, ты мне скажи, сколько народу свалило с Украины просто за границу работать? Ты мне объясни. Ты видел население, какое раньше было в Украине? Слушай, это значительно интересно. Это может таких разговоров я переговорил сотни. А вот с хохлами всегда интересно поговорить. Ты чувствуешь теперь разницу? Чем ты отличаешься, вот как хохол, от украинца? Я ничем не отличаюсь. Я ничем не отличаюсь. Ну, а как ты думаешь, чем вот отличаются хохлы от украинцев? Блять, ну ничем, реально ничем. Понятно, реально ничем. Есть нормальные люди, с которыми я могу нормально общаться. У тебя друзья на 2 мая там какие-то пострадали в 2014 году? Нет. Нет? У меня там мой зять был как раз в этом, когда полили эту всю херню, он как раз держал оборону. Он держал оборону, он не пострадал, не погиб? Нет, нет, нет. Вот ты же понимаешь Одессу, ты понимаешь, как там все собственно начиналось. Ты приблизительно представляешь, где все началось и где все закончилось? Первые столкновения где были 2 мая? Как Одессит, расскажи. Я сильно не интересовался этим, но знаю. Не рассказывай сказки, это знает каждый Одессит. Как это ты не интересовался? На Греческой, помнишь, было противостояние? Ну, шли фанаты, они шли на футбол. Куда они шли? Где стадион? Да, то есть ты понимаешь, они шли по Гречески. Черноморка. Где Греческая? И где Куликово поле? Приблизительно сколько пешком идти от Греческой до Куликово поле? Километра, сейчас я тебе скажу. Куликовое поле за привозом туда, ну, возле этого, блядь, скажи мне, я тебе скажу. Возле автовокзала, железнодорожного, там Куликовое слева поле и Греческой, ну, километра два, два с половиной. То есть это что, о чем это говорит? Что первые противостояния начались не на Куликовом поле, верно? Конечно. Напали куликовцы на тех, кто шел маршем туда. Они там скандировали, пели про Путина песенку там и так далее. Вот бы, а куда ж ты ушел, Одессит? Не охота поговорить об этом? Как же так вышло, что первоначальные столкновения были на Греческой, вон там? Это черти где от Куликового поля? Я закончился на Куликовом поле. Кто же на кого напал? Ну, эх, Одессит. Дайте сюда мне еще раз этого Одессита, я еще с ним поговорю. О, блядь, живой еще. Ёлки-палки. Не дождешься. Слушай, ну ты живчик, блин. Не дождешься, я тебе говорю. Я думал, тебя убили уже давно. За что? За твою хуйню. Обосной. Ну, я коротко. Давай, коротко. Коротко, это и краткость сестра таланта. Да, молодец. Ты самый плохой человек, которого я знаю. Почему? Вот ты сам плохой. Почему? Я ёптечи не люблю. Почему? Ты ёптечи не люблю? Нет, нет. Нет, это хорошо. Нет, ты самый плохой человек, потому что ты разжигаешь. Вот ты из-за этого самый плохой. Не очень я тебя понял, если честно. Ну, куда тебе поедет, тебе мозгов-то ноль. Понял. Ты давно бухаешь, скажи? Какой день подряд? Ну, блядь, сижу. Десять лет. Десять лет ты бухаешь? Да. А деньги где берешь? Там же. Там же. Воруешь? Блядь, тебя да. Вопросы есть ко мне какие-то? Слушай, ты критерийный кусок, блядь, ты когда сдохнешь, блядь? Вот мне единственное... Я уверен в том, что значительно позже тебя. Ты скачь, ты скачь, ты подлый вообще. Сдохни, блядь. Вот я тебе желаю, ну, я христианин, вот чтоб ты сдохн. Настоящий христианин. Пошел, такой вот у нас российский христианин, понимаете? Вот так в этом и заключается догмы русской православной церкви, собственно, московского патриархата. Вот такое христианство. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не против, что я с пивом? Нет, не против. Как ваше настроение? Отлично. Вроде понедельник сегодня, вы чего бухаете? Сегодня праздник. Какой? Понедельник. Часто у вас праздники там на России, я так как погляжу. Да нет, каждый понедельник. Каждый понедельник? Понедельник день тяжелый. Как без пива его прожить, правда? Вот тоже верно. Чего вы пьете в России, они так часто? Так много. От чего? От безысходности? Да, у нас жизнь плохая. Почему? Вы что, вроде говорят, с коленком, что там поднялись путь на выборе заново. А дать вы кого выбирали? Нет? Нет, мы никогда не выбираем. Вам назначили его? Не знаю, я зонт за Жириновского. А, вы с Урала. Понял. Нет, я от вас, кстати, недалеко живу. Город Тарков. Но родились-то вы хотя бы на Урале, да? Нет. Жаль. Жириновский так уральцев хвалит? Нет, он там и это, я тебе сейчас расскажу. Они там сдвинули товарища. Где у нас это? Икру красную делают. Там где-то далеко. Владивосток. Вот, сейчас Жирико там, мэр, представитель от него. Вот он им там делов-то понаделал. Молодец, товарищ. Ну, он хвалил Жириновский, я смотрел. Хвалил, говорит, на Урале живут, говорит, такие умные люди. Там, говорит, природные ресурсы так влияют на мозги, что люди, говорит, очень умные. Его там любят, страшно. Я думал, высохнула. Любят, не знаю, любят, не любят. Не, просто, вот, от его партии там, ну, хорошо, люди, но они там сделали. Молодцы. Буквально месяц назад. Молодцы. Он же обещал там, ядерный пепел, говорит, все. Украину, говорит, кинуть туда ядерную бомбу. Молодец. Нет, вас вы, это, уничтожите, что ли? А он сам-то от вас. Что сам? Мир, Жириновский, он сам-то от вас, от Украины. Да, у нас тут много кто с Украины. Хохло, вы знаете, сколько в мире развелось? Блин, не знаю. У меня у брата фамилия след, это тоже от вас оттуда. Бывает. Да? Не знаю, не встречал. Но Жириновский молодец, вы за него, вот смотрите, а если бы его поставить бы президентом России, вот как бы Россия бы зажила. Был бы. Вы были бы только за. Урал за него голосует, вы вот теперь голосуете. А почему именно Жириновский, чем он вам симпатичен? А он это. Ну его делают, как будто он клоун. Ну он жумный мужик-то. Его заставляют говорить эти глупости? Ну почему глупости? Ну везде должны быть эти веселяшки. Слушайте, да ведь вроде говорят, что он гей. Вы не против? Да и все равно. Он просто сказал бы. И так обоил бы. Ну он даже уже потихонечку признается. Он там признался, как он получил первый сексуальный опыт. Вы не смотрели, не читали? Он у нас такой не показывает. И что, правда что? Да в его возрасте уж зачем. Говорят, медицина шагнула вперед. Привет, Андрюшкин. Эй, какие ты шалун. Поймал такой жирного масталя? Раскрутил на что-нибудь интересное? Вот сейчас тебя поймал. Раскрутить тебя на что-нибудь интересное? А давай. А что у тебя есть интересного? У меня-то ничего. Может ты что-нибудь докопаешь? Тебя не на что и раскручивать получается. Если у тебя нет ничего интересного. А что же у тебя внутри тогда, если у тебя нет ничего интересного? Внутри? Ага. Не знаю. Не знаю? Что у тебя там? Какие методические на сегодня? Полно. Полно. Еще какая ракета упала? Полно. Полно. Методический, я помариваю. Полно. Ну? Есть вопросы? Есть или нет, я пошел. Нет, есть, конечно. Когда вы сдаваться будете? На тебе дулю. Чего это? На тебе две. Репарации будете выплачиваться. На тебе смотри. Четыре целых ногу, видишь? Нефиг делаешь. Ты выучил слово репарация, это хорошо. Контрибуция, я слово выучил? Контрибуция? Ага. Вы только репарации будете выучить. Подожди, подожди, подожди. Контрибуция, надо слово уже выучить. И что у тебя там на футболке написано? А и вот на кофте. Это чей там, чей флаг? На футболке? На кофте. Вот на кофте. Ну, сверху, как ты называешь это? Кофт? Чей флаг? Да, флаг чей. Не в курсе? По геральнике у тебя совсем плохо? Я не вижу плохо, камера плохая у россиян. У вас плохие камеры. Камера плохая? Ну, это Барселона. Это тебя вообще не должно волновать. Я понял. Все, вопросов, если нет, я пошел. Ну, а что, сдаваться когда будете? Никогда не дождетесь. Почему? По кочану. Давай обсудим план сдачи. Отдайте нам 8 областей и все, и пошли нахуй. Шутка за 3 гривны. Почему? За 2? За 2? Согласен. Я редко согласен с россиянами, а тут за 2. Согласен. Тебе трусы уже прислали? Слушайте, ну как вы фетишисты уже, это самое, женщины жалуются. Пишут на почту женщины, говорят, слушай, все больше и больше, чаще, мужчин стали интересоваться чужими трусами мужскими. На нас вообще внимания не обращают. Вы заканчивайте, а то иначе как вы будете размножаться. Это да. Надо плодиться, размножаться. Репарации, контрибуции, надо все это потом выплачивать, ваши дети будут. А если вы будете интересоваться чужими трусами, то тоже вы будете платить. Андрюша, я еще раз назовешь, переключи. Ты же не украинец, я не разрешаю россиянам. Ты кто? Ты украинец? Нет, русский. Ну, так я не разрешаю русским себя так называть. А ты хохол голимый, да? С чего ты совершенно иди украинец? Хохол. Почему? Катурально. Обознуйте. У тебя и чубчик есть. Обознуйте. Ну, расскажи, в Хохляндии там, какой еще там этот ледокон? У тебя чувство юмора уже за гривну. Вы куда, кстати, дели наш этот самый авианосец? Он там, ну, у вас же один он, как там? Ну, Кузя, который. Это ваш? Ну, да. От фигушки тебе, это не ваш. А куда дели его? Наш, наш, он там на спецзадание, он разваливает вам ваш флот. А куда вы дели его, кстати, куда он шел? А впереди плывет, что? Нет, он в Китай. Нет. В Китай на починку. Нет. У вас доков не оказалось, он последний док затопил, который мог его чинить. Все, китайцами договорились. Великая, могучая держава, которая не может починить свой единственный авианосец. Единственный. В Китай отправили. Красавчики. Самый такой супер корабль, как Ляцкий. А что, подожди, 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 что, я неправильно что-то говорю? Твои дачные говорю. Подожди, говорю, что, неправильно что-то говорю? Конечно, неправильно. А куда идет он, куда идет, вам плывет он, как куда? А это была шутка юмора за 5 гривен уже. Слушай, ты растешь на глазах прямо. Так можно уже скоро деньги зарабатывать. Ты будешь шутить, все смешнее. Смешнее и смешнее. Мне нравится. Если у тебя особых вопросов нет, я пошел. Ты идешь нахуй, да? Понял, это слив. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Если бы не вы, было бы легче. Но мы научились справляться и живем уже относительно неплохо. Какой-то провокационный нить проложенный нашего диалога. В чем провокация? Но вам не кажется, что в последнее время в чат-рулетке все диалоги очень стандартные? Хотите, я вам нарисую этот сценарий диалога буквально за 20 секунд? Чем он, собственно, начался и чем закончится? Извините, пожалуйста, если я вас чем-то обидел. Просто как вам объяснить? Я установил чат-рулетку сегодня. Я знаю, я здесь всех знаю. Вы впервые здесь. Я могу вам рассказать, как здесь устроены диалоги за 20 секунд. Вы что-то хотите? Нет, сейчас, секунду. Ну, вы даже не даете мне в слово вставить. Ну, господи. Давайте. Какой? Во-первых, спасибо вам огромное, что вы письку не трогаете в прямом эфире. Или как-нибудь. Вот за это вам огромное спасибо. Во-вторых, что вы со мной поздоровались, как минимум. Вот. В-третьих, что вы меня гандоном не назвали. Ой. Потом, что еще вам хотелось бы сказать? Я чат-рулетку установил, но вы, в принципе, мой недуг уже, наверное, услышали. То, что очень много дрочеров. И, блин, я этого никогда в жизни не видел. Но это как-то стыдно и неправильно. Как у вас дела рассказывают? Их периодически чистят. Я все же хотел бы, смотрите, уйти от стандартного диалога и перейти к какому-то интересному. А стандартный диалог выглядит следующим образом. Вы, россияне, здороваетесь. Украинцы говорят на вопрос, как дела, что если бы не вы, то было бы легче. Россияне спрашивают. А при чем здесь я? Когда украинец говорит, вы на нас напали, аннексировали у нас часть территории, целый полуостров, оккупировали часть территории Луганской и Донецкой области и скрываете это. Соответственно, вы нас убиваете. Поэтому, как бы, вот без вас было бы нам лучше. Тогда россиянин спрашивает. А что, разве вы нам объявили войну? Украинец говорит. Германия объявляла войну Советскому Союзу, когда нападала. А Советский Союз Германии не объявлял. Поэтому вы нам должны были войну объявить. Но вы подлые, поэтому этого не делаете. Россиянин говорит, но наших же войск там нет. Извините, Христа Рази. Вы так радикально настроены против России. Почему? Я же вам уже объяснил пол диалога. А потом россияне говорят, но наших же войск там нет. А украинцы говорят, ну как же, вот отчет ОБСЕ. Вот, вот, знаете, один отчет. Вот второй, вот третий. Вот ваш пленный Старковск, КамАЗа боеприпасов. Россияне тогда говорят, ах вы бандеровцы. Сволочи и гады, вас надо задавить до конца. И хорошо, что там наши войска есть. Хотя до этого утверждал, что нет. И говорит, чтоб вы все там сдохли. И на этом диалог заканчивается. Нет, ну вы пытаетесь меня заговорить или что? Ну, я хотел просто... Как вы считаете, вы напали на нас как государство? Как Российская Федерация или нет? Как Российская Федерация нет. А зачем Путин попросил у Совета Федерации разрешение на ввод войск на территории Украины? А Совет Федерации единогласно ему разрешил. Для чего? Ну, для того, чтобы урегулировать конфликт ваш. А как можно урегулировать каким-то образом наш конфликт при помощи ваших вооруженных сил? Ну, вот они туда зайдут и вы сами все поймете. А разве они на сегодняшний день туда не зашли? Нет. Ну, вот же передо мной отчеты о БСЕ, которые утверждают обратное. Что там есть ваша техника и солдаты. Ну, покакайте на него. Господи, я что могу сказать? Ну, какая наша техника и солдаты? Какая наша техника? Давайте с этого начнем. А вам какую бы технику? Вас интересует, например, ТОС-1 Буратино. Но он уже всем осточертел. Вот смотрите. У меня сейчас отчет о БСЕ в руках. Вот он у меня в руке. Вот у меня в руке отчет о БСЕ, в котором черным по белому написано. Что ОБСЕ обнаружила там Р-330-Ж, житель. Станция, военная станция помех. Как эта станция оказалась... Что она обнаружила? Р-330-Ж, житель. Это военная станция помех. Если бы она там была, мне кажется... Ну, вот отчет о БСЕ. Вот отчет о БСЕ. Отчет о БСЕ 31 июля 2016 года. Вот, собственно, непосредственно даже... Значит, им не пользовались. Вот даже фотография. А что вам смешного? ОБСЕ жалуются. Вы, кстати, смотрите. В чем смысл? ОБСЕ жалуются. Говорит, убираете житель. Это фотография, да господи. А что смешного? Это бы счет. Вот отчет о БСЕ от 5 июня 2018 года. Этим летом, которое было. Там ОБСЕ обнаружила ТОРН. Это ваша система. Нет. На весь российский комплекс радиоразведки. Вот он. Вот же его фотография, пожалуйста. Это ОБСЕ обнаружила. Радиоразведка. Да. ОБСЕ обнаружила огнеметную систему 220 миллиметров ТОС-1 Буратино. ОБСЕ обнаружила системы РЭБ, радиоэлектронной борьбы, ЛЕЕР, Красуха, Беллина и Репеллент. Красухи там нет, как минимум не может быть. Ну как же нет, когда в отчете есть, а ваши подтвердили, что да, есть. Не, пользовались. Ну-ка, а зачем ее привезли и не пользоваться ей? Конечно. А что смешного? Как только красуха, давайте вот так вот объясним. Красуха, насколько бьет. Я не знаю. Красуха, вы знаете, что она делает? Смотрите, совместная с Россией, совместная с Россией, мониторинговая миссия обнаружила красуху в 31 километре от Луганска. И зафиксировала это в отчете. Где именно? Территориально. Территориально в Луганске, Луганская область. На полигоне. 31 километр от Луганска, село Круглик. Полигон. ОБСЕ приехала туда вместе с вашими представителями, смотрят, стоит красуха. Те такие говорят, ну блин, стоит. Зафиксировали, отчет опубликовали. А что смешного здесь? Где его опубликовали? На сайте ОБСЕ, на официальном сайте ОБСЕ. Просто интересно. Вы нашему МИДу задайте вопрос. Ваш МИД говорит... Блин, ну все, вы претете, я каждый день смотрю это все. И что ваш МИД заявил по поводу отчета ОБСЕ? В том-то и дело, что он ни хрена ничего не говорит. Потому что нечего говорить, потому что там есть ваши представители, которые подтвердили, говорят, да, действительно есть. А если и не было этих вопросов, то значит, скорее всего, и не было того, о чем вы говорите. А, тогда должно быть заявление Министерства иностранных дел ваше, которое опровергает отчет ОБСЕ. Нет, сейчас я, ну можно я скажу? Давайте. Вот у меня на территории, вот я являюсь президентом вашей страны, да, я вот такой шикарный, параханка я. Вот. И ни с того ни с сего ко мне приходит генерал там какой-то, запыхавшийся, и говорит, красуху нашли в 30 километрах. Это не генерал, это ОБСЕ. ОБСЕ. Да. Хрен-то уме. Нашли. Он говорит, да ее... Ну, а в чем, собственно, суть-то? Хотя бы вопрос можно было задать? И вопросов не задают нам, как минимум. Наш МИД не отвечает на это, на все, потому что вопроса даже нету. Вы понимаете или нет? Вы начните вот с этого. Опять нет. Ну как нет, если вы нам вопросов не задаете, мы вот только сейчас с вами в чат рулетки общаемся. А главные верховные там дядьки, они об этом даже не знают. Я вас понял. Смотрите, а вот у меня сейчас, я вам сейчас покажу, у меня в руке есть... А давайте меня палить. Фотография, смотрите, вот у меня в руке фотография, которую опубликовало Министерство иностранных дел в Великобритании. С вопросом, вот the fuck, что это, к чертовой матери, означает? В Британии тоже это... Смотрите, это Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало вашу систему Панцирь-С1, это новейшая российская система противовоздушной обороны, с привязкой к местности в Донецке и в Шахтерске. И спрашивает, что это такое? Что на это ответило ваше Министерство иностранных дел? Что? Она говорит, ну... Вот так прямо ответила. Вот так вот. Нечего отвечать, поэтому ничего и не ответила. Дебилы, блядь. Ну да, вот приблизительно так. Уровень приблизительно дипломатии приблизительно такой. Блин, ты, сука, замечательный человек. Мне просто интересно, вот... Ну вот, фотография, вот. Ее опубликовало Министерство иностранных дел Великобритании. Я сколько таких фотографий напечатаю. Где это Министерство иностранных дел Великобритании? Фотографии вашего Панциря с привязкой к местности. Его несложно, приятно, к местности привязано. Даже не со спутника, а с местности. И спрашивает, что это такое? Россия, объясните, Россия, что это такое? Ну, панцирь С, давай с этого начнем. Что-что? Ему привязывается панцирь С. В каком смысле к чему привязывается? К местности. Ну, говорю, фотографии с привязкой к местности, что несложно определить. Если ты сфотографируешь панцирь С-1 на Красной площади, то привязаться к местности, откуда сделана фотография, где она сделана, несложно. Вон мавзолей, вон Путин мимо проходит, вот панцирь С-1 стоит. Привязались к местности, четко определили. А здесь привязка к местности, с координатами. В Донецке и в Шахтерске. Нет, мне просто интересно, ты чего как агрессивно настроен. Я с тобой хотел нормально пообщаться. А как мне с тобой нормально общаться, когда я луганчанин, вы меня выгнали из дому. И теперь вместо моего, собственно, там присутствия, присутствует панцирь С-1. Ты луганчанин? А какого хрена ты тогда вот эту вот херовину несешь? Мне просто интересно. Я с луганчанами общался, но не говорят они так, они обижены на Украину. Ты же первый день в чатурлетке, когда ты с ними общался? Я не разговаривал, я смотрел своих блогеров. А наших блогеров не смотрел? А ваш ты мне зачем? Нет, там у них есть один блогер в Украине, вообще Луганский называется. Он вообще из Луганска. Постоянно записывают, выкладывают ролики и все рассказывают про Луганск. Не смотрел его ни разу? Луганского? Андрей Луганский называется. Посмотри, я тебя рекомендую. Классный блогер, у него три канала есть. Ну а что он рассказывает? Он про Луганск рассказывает. Ну говорит, смотри. Он говорит, как ваш Полтава. Он говорит, смотри, включаешь, говорит Ютуб. Включаешь, смотришь, а там Панцирь С1 по Луганску едет, по улице Оборонная. И ты говоришь, ну блин, действительно едет по улице Оборонная. Что тут скажешь? Действительно есть. И не поспоришь с ним, понимаешь? Вот факт. Вот ролик, вот Панцирь С1 едет по Луганску. И как с ним спорить? Действительно есть. Действительно есть. Ну ты понимаешь, кто такой Луганский и кто такой этот, как, МИД? Ну, так а что ваш МИД по этому вопросу заявляет? Извини. Кто такой Луганский и кто такой, ну, наш Лавров там или кто-нибудь еще? Почему ему два? Так ваш Лавров никто в сравнении с Луганским, понимаешь? Ваш Лавров брешет постоянно с утра до вечера и матом ругается. А Луганский матом не ругается и не врет. Это неправда. Ты понимаешь, просто Российская Федерация сейчас под такой линзой находится всеобщего. Да ты что? Да. Что чуть бы слово шаг влево, шаг вправо там... И санкции. Тут же санкции. Тут же санкции прилетели. А за что же санкции прилетают России, если не за отчеты ОБСЕ, в которых указана ваша техника и солдаты? Блин, ко мне клиенты пришли, очень было приятно. Что у тебя на футболке написано, покажи, я коллекционирую на всякий случай. Господи, да ты кто такой? У тебя словомет просто ужасный. Ты Луганского посмотри, тебе понравится. Луганские ты, походу, да? Это я. Ну, очень приятно было познакомиться. Не могу тебе ответить взаимностью, счастливо, давай.